В 2013 году в семье Нины Булгаковой и Кирилла Чуприны родились тройняшки. Тогда эту новость рассказывали не только местные журналисты, но и центральные телеканалы. Поздравляли, удивлялись, дарили подарки. Семья уже имела троих детей и жила в съемной двухкомнатной квартире. Когда появилось пополнение, пришлось срочно искать жилье побольше. В эту квартиру нас временно пустили родственники. Досталось нам в очень плащевном состоянии, пришлось сделать ремонт долгий, затяжной. Так как семья у нас большая, приходилось изобретать даже и мебель. Вот мы придумали столик для кормления, вырезали, сделали ее на заказ. И детки сразу все втроем садятся и кушают. Когда родились тройняшки, вместе они помещались в одной коляске. А сегодня детям по году и 8 месяцев. Спать укладываются втроем на родительской кровати. При этом мама пристраивается рядом всего на один бок, а для папы места нет. Ему уже приходится ночевать в другой комнате. Как-то перемещаться, съездить в море, хочется, живем возле моря. Они смогли выехать летом, потому что не помещаемся уже никуда. Надо организовывать две семьи какие-то, чтобы нас везли. То есть это очень проблематично. Сейчас семья держится на заработки Кирилла. Выплаты для детей прекратились с весны, так как Нина прописана в Харькове. Встать на очередь на жилье нет возможности, потому что оформление документов еще в процессе. При этом дети неумолимо растут и места в квартире становится все меньше. Кроме тройняшек в семье еще трое детей. Забияка Павел, танцовщица и будущая скрипачка Даша, старший Илья, который с короговоркой перечисляет братьев и сестер. Наша семья вся обращается за помощью к руководству города, Крыма, новой нашей страны. Чтобы нам помогли, обратили внимание на то, что мы до сих пор имеем такое количество детей, но не имеем собственного жилья. Мы хотели бы, конечно же, улучшить свои жилищные условия, потому как дети растут, им нужно где-то жить, располагаться, спать. В этой семье царят взаимопонимание, гармония и безграничная любовь к детям. Родители справляются с любыми проблемами при помощи родственников, друзей, соседей. Но решить жилищную проблему они просто не в состоянии. Поэтому просят помощи у властей. Необходим дом или квартира на четыре комнаты и микроавтобус.